Барнаульский Арбат – непродуманный и ошибочный проект. По крайней мере, так считает вице-президент Союза архитекторов России Елена Григорьева. Накануне на пресс-конференции в Сибирской медиагруппе известный в России эксперт подвела итоги межрегионального фестиваля «Зодчество в Сибири-2018», который впервые принимала столица Алтайского края. Елена Григорьева представила участникам проект Иркутских исторических кварталов. По мнению специалистов, это редкий пример успешной комплексной реновации исторических застроек в России. Благодаря данному проекту в Иркутске удалось спасти от разрушения десятки старинных зданий, привлечь в десятки раз больше туристов в город. Создаваемый в Барнауле туркластер, по мнению Григорьевой, совершенно непродуманный проект. Особенно неудачный, подчеркивает архитектор с международным признанием, получилась пешеходная часть улицы Молотобольской. Взяли и как бы заасфальтировали плиткой, я бы так выразилась. Совершенно бездумно, без всякой концепции, идеи, анализа тех, для кого вообще-то это делается. То есть, там настолько очевидна ошибка. У меня такое подозрение, что на той стадии, когда туда вкладывали деньги, там архитектор и не ночевал. Григорьева заметила, что нужно приложить максимум усилий для сохранения развития Барнаульского сереброплавильного завода, который является сердцем исторического центра. Архитектор высоко оценила работу волонтеров по поддержанию спички, но подчеркнула, что власти города к реконструкции здания прежде всего должны привлекать частных инвесторов. Тем более, что рычагов для этого предостаточно, резюмировала эксперт.